Всем привет! Меня зовут Олеся. Добро пожаловать на мой канал. Ролик получится очень интересным. Я уже предвкушаю, потому что речь пойдет о бровях. О бровях всегда интересно говорить. Сегодня я буду тестировать сразу два новых средства для бровей от двух бюджетных брендов. Мне пришла в голову идея их сравнить, их стойкость сравнить, их цвета сравнить, для того, чтобы вы, если вы планируете покупку помадки для бровей, могли, соответственно, по этому тест-драйву сделать свои выводы. Речь идет о помадке для бровей от Maybelline, которая называется Tattoo Brow. К ней шла кисть, и вот такая красивая упаковка. Кисть выглядит вот таким образом. Она двухсторонняя. И здесь, в принципе, кисточка достаточно тоненькая, но насколько она годится для того, чтобы помадку наносить на брови, мы выясним позднее. Как вы понимаете, брови у меня уже накрашены. К слову, будет интересно ваше предположение относительно того, на какой брови у меня что сейчас нанесено. На второй брови, я сейчас сразу дам весь расклад, а вы там внизу напишите, что на каждой из бровей у меня, соответственно, нанесено. Правая бровь будет цифра 1, левая бровь будет цифра 2. Вот это помадка от бренда Evelyn, которая называется Eyebrow Pomade, незамысловата, в оттенке Soft Brown. Оттенок, кстати, здесь от Maybelline у меня называется просто тауповым. Кроме того, вас ожидает классный, на мой взгляд, сюрприз. Это сравнение всех моих бровных средств, тех, которые сейчас есть в наличии. Кроме того, я обязательно оставлю ссылку на предыдущий мой ролик, где я сравнивала по стойкости разные кремовые текстуры. Это все делается для того, чтобы мы в конечном итоге определили самые классные, самые стойкие, самые пластичные и могли на них потратить свои деньги обдуманно. Вы поняли, да, наверное, что мы переходим совершенно на новый этап развития наших отношений, потому что я без бровей, а для меня это почти то же самое, что без штанов оказаться на публике. У меня комплекс бровей, который я не победила, он непобедим. Я буду пользоваться тем, что дала нам, хотел сказать, мать природа, и это, конечно, тоже, но и то, что дали нам производители помадок, которые мы сегодня тестируем, и я тестирую, чего я все время коллективное творчество пытаюсь обозначить. Я, знаете, как поступлю? Я попробую начать краситься тем, что от производителя у нас имеется, а потом перейду, если ничего не получится, уже к кистям, которыми я привычно оформляю брови. Так, я начну, пожалуй, с Эвелин. Девчонки шутили, что моей левой стороне достается все самое худшее, но не знаю, надеюсь, что Эвелин сегодня сломает эту парадигму. Беру Эвелин, беру маленькую кисточку скошенную, набираю немножко продукта, средства, средства набираю. Тут становится понятным, что текстура очень гелевая, что, скорее всего, надо подзастыть вот этой массе. В таком случае оно будет ложиться чуть-чуть поплотнее. Фух, тяжелый, очень волнительный момент. Так, давайте я сначала установлю наивысшую точку вот на этой брови. Вот это где-то вот здесь, наверное. Дело в том, что у меня вот эта бровь значительно ниже, а вот эта бровь значительно выше. Кисточка, мягко говоря, не самая удобная, но объективно волоски получаются. Я забыла перевернуть, делаю это сейчас. Вот так вот я переворачиваю на стол, чтобы не застывала помадка. В качестве нормальной кисточки у нас будет выступать сегодня кисть от Essence, которая называется Precise Eyeliner Brush. Я накупила их кучу, заказала их онлайн, потому что их не было в ближайшей подружке, где я их обычно раньше покупала, правда, с другой ручкой, зеленой. И когда они пришли, я поняла, что они все разные, и только половина из этих пришедших шести кистей, по-моему, шесть я заказывала, такие тоненькие, как мне нужно, остальные пришлось выбросить. Поэтому выбирайте в ручном режиме. Вот этой кисточкой я и буду сегодня докрашивать эту бровь. Ну, собственно, такая бровь у меня получилась. Я делаю ее довольно широкой. Мне кажется, что немножко темноват для меня оттенок, но он, конечно же, отлично подойдет большинству среднерусых блондинок, русых девочек. Вот смотрите на контрасте две брови, ожидание реальность, да? Или наоборот, ожидание реальность. Но в целом неплохо. Вообще я делаю бровь себе прямую. Мне нравятся больше прямые брови, нежели такие с изгибом. Но в обычной жизни у меня тенденция поднимать брови, за счет чего они выгибаются и становятся домиком. Вот, поэтому иногда они выглядят достаточно круглыми, но изначально, если его расслабить, у меня бровь получается прямая, как я люблю. Мне нравится более по мужскому типу оформлять брови. Наверное, когда мне сделают эндоскопическую подтяжку бровей, вот таким вот образом у меня уже круглые брови не будет получаться. Надеюсь на это. Так, хватит трепаться. Я перехожу к оформлению второй брови. Мне помадка понравилась от Evelyn. Она пластичная. Мне сначала показалось, что волоски будут не фактурными, за счет того, что она такая, как будто бы гелевая и не плотная. Но получилось достаточно легко и быстро, и достаточно приноровиться, чтобы через пару-тройку раз оформлять уже за правской себе брови. Очень легко, очень комфортно ее оформлять. Переходим к помадке Maybelline, которая называется Tattoo Brow. И я возьму их кисть, которая в комплекте. Набираю. Она несравненно плотнее. И, как вы понимаете, страшно напоминает нам уже другое средство, к которому мы привыкли за несколько лет. У компании Maybelline. Один в один текстура. Немножко такая плотноватая. Немножко скользкая на поверхности. Но если копнуть глубже, то она такая немножко пластилиновая текстура. Наношу. На удивление, она не наносится изначально достаточно плотно, как можно было предположить бы по сфочам. Напротив, здесь получалось гораздо более ярко, чем здесь. Здесь приходится наслаивать на правой брови. Не знаю, с чем это связано. На кисть набирается она не так ощутимо, что ли. Не так ярко. Кисточка абсолютно неудобная, чтобы оформлять брови. Поэтому я возьму любимую кисточку для бровей от Наташи Шик. Это обалденные кисти для оформления помадкой бровей. Или любой другой кремовой текстурой. У меня номер 40Т, но у них еще 41Т есть кисточка. И она тоже очень классная. И они недорогие и очень стильно выглядят. Обалденные кисточки. Ну вот совершенно другое дело. Конечно, от инструмента очень многое зависит, потому что сразу же набирается достаточно интенсивно. Получаются очерченные волоски. По цвету брови, конечно, получаются у меня абсолютно разными. Эта бровь более дымчатая и похожа по цвету на знаменитый permanent tau, потому что много зеленцы и много серости. Эта бровь более натуралистична, как по мне, конечно. Здесь оптимальное соотношение серого и коричневого пигментов. А здесь, конечно, бровь получается слишком холодная. Это должны быть прям зеленовато-русые такие волосы. И кожа должна быть на фоне этих бровей более холодной. Брови, конечно, не братья, не сестры, не родственники и не друзья. Они вообще живут в параллельной вселенной, но меня это совершенно не смущает. Как бы то ни было, это та форма, которую я люблю и которая, к сожалению, трансформируется в течение дня в нечто иное, у меня есть спасительная челка. Смотрите. Оп! И все равно, как накрашена уже вот эта правая бровь. Посмотрите, насколько вот эта смотрится зеленовато-серой на фоне моей загорелой моськи. И насколько вот эта бровь смотрится более органично и более натуралистично. Как мне кажется, да, она темновато для меня, но все равно смотрится более жизнеспособно. Ну вот, как бы то ни было, мне вот эта помадка на данном этапе нравится больше и по цвету, и самое главное, по пластичности. Вот эта более сухая, хотя она сейчас довольно влажноватая. В принципе, каких-либо больших проблем вот с этой бровью тоже не было. Она достаточно хорошо и быстро разнеслась. Видимся вечером, сделаем все выводы и посмотрим, как это все продержалось. Друзья мои, 9 часов прошло, практически полноценный рабочий день. И я думаю, что я имею моральное право подводить итоги. На моих бровях, по большому счету, ничего не поменялось. Я себя внимательно рассмотрела и увидела, что брови мои на месте, смотрятся практически так же. Но оно на самом деле и не мудрено, потому что трение можно проверить наличием головного убора, который, как правило, надвинуть немножко на брови. А что касается жары, то мы ее в Питере просто уже давно не видели и вряд ли увидим в ближайшие дни. Температура уже как дней 10 держится, наверное, в пределах 11-13 градусов. Поэтому и брови, собственно, на месте. Но я решила не сдаваться и провести тест как на трение, сравнивая новые наши помадки друг с другом, так и как будто бы на жару, во время которой выделяется себум. Себум сегодня у нас будет имитировать растительное масло, подсолнечное золотая семечко. Я решила, что это намного более интересно и прикольно, чем использовать обычное гидрофильное масло. Итак, тест на трение я провожу. И вы можете посмотреть, какая из помадок сдалась раньше, какая позже. Но в любом случае, еще раз прокомментирую текстуру. Гелевая помадка и более жидкая помадка по текстуре – это помадка от Evelyn, за счет чего она более пластична. И вторая помадка от Maybelline. Она более густая и имеет текстуру классических теней Permanent Taup. Они плотненькие, но наверху имеют такую, как будто бы немного скользкую поверхность. Насколько это один и тот же продукт, мы с вами обсудим несколько позже. Теперь я решила сравнить все свои бровные средства. И в том числе на трение в сравнении с теми, которые мы сегодня тестировали целый день на моих бровях. И в то же время на Sebum тоже все сразу я решила проверить. Итак, я наношу на руку поочередно следующие средства. Для начала Evelyn Brow Pomade. Затем помадку от Maybelline Tattoo Brow. Следом я наношу помадку от Inglot-Inglot, как вам больше нравится. Следом я наношу тинт от Manly Pro в оттенке 01, которым пользуюсь на повседневной основе. Затем я беру достаточно мною любимую помадку для бровей от компании Just. Насколько я понимаю, это российский бренд, который заказывает частично косметику из Китая. Или возможно всю косметику из Китая. Тут я вспоминаю, что у меня еще один есть тинт для бровей в более холодном оттенке в 0,6. И перед всеми остальными свочами я наношу тинт от Manly Pro в 0,6 оттенке. И так получилась вереница, которую я сейчас тестирую на стойкость. И, к сожалению, тест на стойкость проигрывают сразу две помадки одновременно. Одна из которых это наша новинка от бренда Maybelline Brow Tattoo. Следом проигрывает тут же одновременно Inglot-Inglot помадка для бровей. Но я решаю воспользоваться этим самым растительным маслом. Только я провожу рукой и, к сожалению, новинка от Evelline сразу же сдает свои позиции. Полагаться на нее в жаркое время суток, летом вряд ли приходится. На руке остаются остатки трех средств. Два из которых это тинты от Manly Pro и одно от Just. Это помадка для бровей. И, наконец, последний вопрос, который нам предстоит с вами обсудить. Насколько похоже вот это средство, которое называется Tattoo Brow от Maybelline, на их же тени в оттенке Permanent Taup, которые в течение последних лет, наверное, уже как пяти, многие люди используют и так успешно на бровях в качестве средства оформления бровей. Что мне кажется? Мне кажется, что это одно и то же средство, которое переупаковали в новую упаковку, а если быть точнее, даже упаковка та же самая. Просто наклейку сделали новую, сделали коробочку, сделали набор вместе с вот этой кисточкой, красная цена которой рублей 10, наверное, и то в базарный день. И презентовали нам как новый продукт. Я изучила внимательно состав теней Permanent Taup и изучила состав на коробочке от этого средства, которое называется Tattoo Brow. Компоненты все абсолютно совпадают. Возможно, только перемены мест слагаемых, от которых, по большому счету, сумма не меняется. То есть те же самые компоненты, просто в другой очередности. Поэтому, на мой взгляд, это одно и то же средство, по большому счету. Возможно, с какими-то минимальными изменениями, но я их не заметила. Текстура этого средства, мне кажется, очень похожей на тени Permanent Taup. И я вангую, что эти тени засохнут, ну, в смысле, помадка для бровей, понятное дело, засохнет достаточно быстро, как это произошло у меня с тенями Permanent Taup. Я даже не прикончила и, наверное, четверть баночки, когда все это превратилось в тугой, плотный пластилин, но не пластичный пластилин, а который уже очень давно лежит. Я думаю, что здесь произойдет та же самая история. Пока эта помадка свежая, ею можно пользоваться. Но, как мы видели, я делаю независимое тестирование в независимой домашней лаборатории. Эта помадка сдается первой и на трение, и то же самое, я помню, относительно жары. К сожалению, текла. Кроме того, если сравнивать, ну, скажем, рисунок, получаемый на бровях, то более натуралистично смотрится, на мой вкус, бровь, оформленная Evelyn, нежели бровь, оформленная этим средством от Maybelline Tattoo Brow. Мне кажется, определенно это видно при ближайшем рассмотрении. Эта бровь выглядит более натуралистично, нежели эта. На этой видно средство, и кроме того, оттенок весьма специфический. Имейте в виду, он слишком холодный и слишком много в нем зеленого пигмента. На лето он определенно, ну, будет смотреться инородно. Собственно, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Я для себя выводы сделала. Для меня по-прежнему среди помадок из тех, что у меня остались, на первом месте Just в 217 оттенке. Причем очень давно у меня эта помадка, и до сих пор она не застыла. И для меня на первом же месте, конечно же, тинты от Manly Pro, которые неубиваемые, которые через века проходят, которые очень удобны и очень экономичны. На этом, наконец-то, я заканчиваю и это тестирование. Я искренне надеюсь, что оно кому-то понравилось, что оно, это тестирование, открыло глаза на какие-то моменты и детали, что оно вам помогло определиться с покупкой или, наоборот, отказаться от покупки, если вы все еще сомневались. Как бы то ни было, я буду рада вашему лайку, вашему дизлайку, потому что любая активность полезнее, чем ее отсутствие. Я буду рада новым зрителям. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, уведомления, чтобы не пропустить новые ролики. Давайте там болтать в комментариях. И пока, увидимся в другом ролике.